Конкурсом академического рисунка завершился седьмой зональный фестиваль «Юные дарования». Сегодня в художественном отделении детской школы искусств встретились ребята из окружной столицы, города Семилиственниц и поселка Харп. Как определяют лучшего художника, расскажет Анастасия Шаховцова. Виктория Елизарова рисовать профессионально учится с 10 лет. Не раз выигрывала различные конкурсы, включая этот. Девушка уже окончила художественную школу, и ее работу будут оценивать отдельно от других участников. Я хочу связать свою жизнь дальше с искусством, и я буду поступать на художественное отделение. И поэтому я пришла на этот конкурс, потому что мне пригодится это поступление. Но еще я просто хочу хорошо провести время. Художники-конкурсанты должны срисовать модели, оформленные в композицию. Младшим участникам на это давалось три часа. Старшие ребята потратили на академический рисунок вдвое больше времени. Всего в конкурсе четыре возрастные группы от 10 до 17 лет. Самая малочисленная группа – первая возрастная. Три юные участницы впервые пробовали свои силы в конкурсе. Я участвую в этом конкурсе первый раз. И вроде бы на терморт попался легким, но от волнения все равно что-то страшное было. Я считаю, что я займу первое место. Мне самой очень нравится заниматься художеством, выражать как-то свои эмоции, показывать то, что я хочу показать, и вообще просто показать, как я вижу этот мир. Первая, вторая и третья группы закончили работы еще до обеда. Каждую по очереди оценивало жюри. Места определяли в зависимости от качества исполнения. Например, во второй никому не удалось достичь первого места. Итоги всех участников будут подведены вечером. Дипломы и подарки развезут по школам. Это в связи с тем, что у нас разные группы, они заканчивают в разное время. И чтобы они не ждали долгами, это очень утомительно, они отработали и поехали домой. А потом уже на сайте школы будет выкладываться именно протокол заседания жюри. В этом году зональный конкурс «Фестиваль юные дарования» проходил в седьмой раз и собрал рекордное количество участников. 150 музыкантов, певцов и художников встретились в городе Семилиственниц, чтобы показать свой талант и получить удовольствие от любимого дела. Анастасия Шиховцова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...